Здравствуйте, Олег Анатольевич! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Тема нашей беседы сегодня звучит достаточно ярко, но можно считать, что действительно вопрос так и стоит. Тема озвучивается как планирование или разрушение. Действительно вопрос планирования сейчас крайне насущен для России, находящейся в определенных политических и экономических условиях. Но для того, чтобы наглядно показать обстановку экономическую и социальную, в которой мы ведем эту беседу, я хотел бы сказать несколько слов о заявлениях руководителей нашего государства, лидеров бизнеса, которые прозвучали на Петербургском экономическом форуме последний. Довольно было так любопытно наблюдать за тем, как же видят настоящее и будущее российской экономики эти люди. И прежде всего я обратил внимание, например, на то, что заявила Эльвира Набиулина, председатель Центробанка, она сразу же очень жестко высказалась за так называемую свободу предпринимательства, против ее удушения, как она сказала, и ее выступление в западных средствах массовой информации прокомментировали, как то, что Эльвира Набиулина выступает против введения элементов планирования в российской экономике, как это было в СССР. То есть вот так прямо сказали о том, что Центробанк против планирования, что либеральные экономические... И Баба-Яга против? А? Баба-Яга против? Да, Баба-Яга против, конечно. То есть если мы видим, как у нас в политике либерализм фактически отсутствует в стране, в общем-то ушел на задворки политической жизни, то в экономике у нас либерализм просто процветает. Затем владелец Северстали, господин Мардашов, сказал, что мы ни в коем случае не должны отказываться от экспорта, потому что, например, у нас в России производится 40 миллионов тонн, 70 миллионов тонн стали, а для внутренних потребностей страны нужно всего 40. Если мы не будем знать, куда девать 30, то, как он сказал, мы, но, видимо, они, начнут влачить жалкое существование. Отсюда вопрос, а вы что, не собираетесь развивать российскую промышленность, у которой будет огромная потребность, встали. А Герман Греев сказал, что нет-нет, ничего менять не нужно, экспорт крайне важен, никаких таких серьезных изменений вносить в развитие российской экономики не требуется. Приятно, кстати, удивил господин Песков, который в своей такой, знаете, любимой такой завалированной манере образной приехал на форум и сказал, ну, давайте мы будем что-то менять, давайте мы поищем какие-то новые подходы, что пора бы как-то так начать переписывать экономическую терминологию. Ну, как один из людей, в общем-то, представляющий политическую ситуацию в мире, да, и в стране, он все-таки, наверное, более адекватно смотрит на то, в чем нуждается наша страна, потому что она нуждается просто в коренном перестройке экономики. Причем, я думаю, что она произойдет вне зависимости от того, Ну, перестройки надо принять, не нужно, я думаю. Ну, она все равно уже запущена, трансформация, и ее уже нельзя остановить. То есть, фактически, мы видим, что планирование до сих пор для российского бизнеса это вообще самое страшное, что есть. А, и еще очень важно, что сразу же пошли разговоры о необходимости проведения приватизации, что банк ВТБ будет очень рад там что-то прикупить, Сбербанк будет рад что-то прикупить. То есть, опять же, бизнес смотрит исключительно своими узкокорыстными интересами. То есть, какой-то государственной политике я не увидел каких-то задач. То есть, они понимают, что сейчас можно купить дешево, так как государство нуждается в деньгах. И они об этом думают. То есть, они мыслят предельно конкретно. На что, правда, им ответили из правительства, что нет, мы ничего продавать не будем. Опять же, потому что сейчас низкие цены, нам это не выгодно. То есть, получается, что мы видим, что планирование, в принципе, отрицается людьми, которые руководят российской экономикой. Ну, я думаю, не всеми. Не всеми. Давайте начнём с того, что есть сейчас. То есть, как великий Гегель начинал с бытия, так и нам велел. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем довольно крупную по масштабам мировой экономики свою экономику. Ну, не самую крупную, но где-то так десятки по объёмам производства по ряду продуктов, фигурующую, но прежде всего, выпивающую в промышленности, а развивающейся преимущественно стихий. Вместе с тем, в тех ситуациях, когда возникают серьёзные кризисы, правительство, в принципе, руководство страны, в таком рефлекторном плане, прибегает к мерам государственного регулирования. Конечно, государственное регулирование в России есть. Нельзя говорить, что прям всё стихийно. Государственное регулирование имеется, ну и, конечно, налоговые, и иные формы государственного регулирования, но оно именно рефлекторно. То есть есть ситуация, возник кризис, нарастает кризис, вот тут надо что-то сделать. Делают. И нередко делают правильно. Что касается перспектив добычи, например, газа на северах, довольно планомерно происходит этот процесс. Посмотрите, как развивается добыча, как развивается производство жиженого газа, как туда проходят различные, проводят транспортные артерии, какие серьёзные вложения, строятся мощнейшие корабли, которые по перевозке жиженого газа. То есть на самом деле наше правительство, наше руководство показывает способность к тому, что можно поступать планомерно и стратегически. Кроме того, те же трубы силы Сибири из-за проводы в Китай. Это давно началось, ещё до всех этих очевидных кризисов. То есть уже предполагалось, прогнозировалось, что будет кризис в отношениях с финансовым капиталом Соединённых Штатов Америки. Под общим, сейчас называют это, ну, Запад в целом. Да, но на самом деле это персонифицируется и на финансовом капитале Соединённых Штатов Америки, который подчиняет себе своих сателлитов. Прежде всего, страны Западной и Центральной Европы, Канаду, Австралию. Вот способность есть, но ещё важнее, что есть необходимость. Сейчас, уже начиная с начала 20 века, наиболее развитые страны живут в государственном монополистическом капитализме. За исключением, конечно, Советского Союза, который вышел из капиталистической системы революционным путём и построил социалистическую экономику. Она тоже, естественно, монополия. Что такое социалистическая экономика? Это единое монополия, поставленное на службу большинству населения, то есть на службу народу, на службу рабочему классу. Так вот, государство монополистический капитализм однозначно так полагает, что необходимо регулировать монополии. Если не регулировать монополии, они вызывают мощнейший кризис. Они имеют очень серьёзные возможности для роста. И, соответственно, тот кризис, который возник в конце 20-х годов в Соединённых Штатах, распространился по всему капиталистическому миру, об этом просто вопиёт, кричит о том, что необходимо регулировать. И Рузвельт, в условии концепции Кейнса начали серьёзно государственное регулирование. Но это регулирование. Мы сейчас говорим о высшей форме регулирования, управления, о планировании. То есть на самом деле России сейчас необходимо планирование. Планирование – это означает, что ставятся задачи, определяются средства достижения, и эти задачи, эти цели являются обязательными для достижения. И если брать во всей экономике, то это единый план. И план ещё к тому же должен быть долгосрочным обязательно, потому что целый ряд процессов, капитал обложений, особенно подготовки кадров, является долгосрочным. То есть невозможно за год-два изменить что-то существенное в экономике в лучшую сторону. только за 15-20 лет это возможно сделать коренным образом. Поэтому план должен быть долгосрочным, он должен быть единым по всей стране, должны быть обязательные для исполнения параметры. И такая возможность объективно есть. Могут сказать товарищи, что как это при капитализме планирования экономики. на самом деле у нас в стране около 50% там коллеги и товарищи спорят сколько процентов государственной собственности 50, 70, 45. Но будем исходить из того, что очень значительная доля собственности в производственной сфере, в сфере материального производства в том числе в государственной собственности находится. Следовательно, там, где есть единая государственная собственность возможно и необходимо планировать. государство монополистический капитализм предполагает необходимость планирования. И страны планируют и во Франции наиболее развитые на Западе это во Франции государственное планирование. Есть планирование в Соединенных Штатах более слабое. В Скандинавии хорошо довольно обстоит дело с планированием. А у нас благодаря тому опыту огромному который есть в нашей стране благодаря тому, что есть 50% примерно 50% государственная собственность планировать просто необходимо. Эта необходимость усиливается тем, что сейчас идет борьба с финансовым капиталом, борьба России с финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки. За что борьба? За сохранение России. Вот есть замечательное видео Александра Владимировича Золотова, где он говорит о последнем бою буржуазии российской. Уже довольно много просмотров, я советую всем посмотреть, и там раскрываются такие внутренние причины, глубокие причины того, что вот вы слышали на Петербургском форуме в том числе. Но у нас, как известно, буржуазия не только у нас разделена на две части, и эта граница все больше и больше их разделяет, граница является разделительной полосой отношения к государству. У нас есть часть буржуазии, которая стоит на позициях сотрудничества и подчинения финансовым капиталом Соединенных Штатов, так называемой капрадорской буржуазии. И мы видим вот эти вывихи, постоянные вывихи в эту сторону, которые наносят очень серьезный ущерб России в целом. Есть часть буржуазии, которая получает доходы и заинтересована, и где-то уже осознает эти свои интересы, связанные с развитием российской экономики, российской промышленности, российского сельского хозяйства. Ну, назовем ее отечественной буржуазии. И вот борьба этих двух частей буржуазии, двух подклассов буржуазии, это сейчас и составляет в значительной степени содержание того, что происходит в нашей стране. И вот как раз национальная буржуазия, ну, идеологами, такими видными идеологами этой части является, конечно, Академия Глазьев, четко обозначает необходимость государственного регулирования, ну, и планирования. Здесь надо провести различия между планированием и программированием. Понятно, планирование это обязательно к исполнению, принято в виде закона, обязательно к исполнению. Программирование там есть, так называемые, индикативные методы управления, косвенные методы, например, через систему государственного заказа, через систему налоговых льгот, другой инструментарий подчиняется воздействующей роли государства. То есть, на самом деле, необходимо, чтобы на основе единого плана развития страны, государственной собственности, развития государства, сектора экономики, была построена программа, создана программа развития всей страны, общественная программа развития всей страны минимум на 15 лет. И частные структуры будут подтягиваться к выполнению государственных задач через вот этот инструментарий, где-то государственный заказ, это очень серьезный, близкий плановому, через налоговые льготы, через кредиты льготные, создать систему именно выполнения этой программы. И к этому дело идет, но очень и очень медленно, потому что огромное сопротивление вот этой своры, вот этой пятой колонны капрадорской буржуазии. То, что вы привели цитаты, опять заговорили о приватизации, все им не имется капнуть по дешевке что-то, подешевели же активы, вот они хотят это присвоить, побольше вывести, а почему капрадорская буржуазия еще не хочет плана, кроме того, что это будет мешать им служить западу верными псами, потому что это затруднительно выполнять план, поставили, значит его надо выполнить, за невыполнение плана будет наказание, кстати у нас уже есть прецеденты, когда за неисполнение государственного заказа в оборонной сфере уже наказывают, там есть движение собственности и вплоть до уголовного наказания, поэтому обе эти тенденции развиваются, идет серьезная мощная борьба этих двух подклассов буржуазии, нам еще надо обязательно сказать о том, какова роль рабочего класса не просто в этой борьбе, а в борьбе за собственные интересы при формировании планов и программ. Да, Олег Анатольевич, прежде чем перейдем к вопросу о роли рабочего класса, я предлагаю сейчас коснуться еще такой темы, как опыт СССР КНР других стран в планировании, и я хотел бы обратить внимание на такую, может быть, небольшую, но очень важную часть опыта советского, в том, что, да, о чем вы сказали, была ответственность за невыполнение плана, достаточно строгая, на уровне, скажем так, монополии министерства, производственного объединения, предприятия и бригады, допустим, но в то же время существовали очень серьезные материальные стимулы для выполнения плана, опять же, на уровне монополии, министерства, производственного объединения, конкретного предприятия и бригады, когда каждый работник, каждый, каждый, как бы, представитель рабочего класса знал, что он получит за выполнение, перевыполнение плана, а также, что он получит за невыполнение плана, ведь это очень хорошая система, которая заставляет, сама по себе, заставляет двигаться вперед экономику, да, в нашей стране первый в мире план, мы знаем план Коэлл Ру, это, в принципе, план долгосрочный, но он не охватывал сферы, то есть, это то, что касалось лентрификации и связан с лентрификацией, это взяли ключевой момент и сделали его центральным ядром, сделан. уже в конце двадцатых годов был создан первый пятилетний план, и этот план был директивным, директивным обязательным к исполнению, этот план создал условия для, во-первых, на основании развития промышленности, экономика страны достигла уровня и превысила по ряду параметров в уровень 1913 года, это высшая точка развития экономики царской России, и просто на этих же основах, на основах переходного периода, когда сосуществовали и боролись между собой сектора экономики, уклады, то, что у нас называется уклады, где был коммунистический уклад, где был капиталистический уклад, мелкотоварный уклад, патриархальный уклад, государственно-монополистический уклад, то, соответственно, эффективно, не просто эффективно, а дальше развиваться было возможно только на основе плана. Был принят план, даже в условиях, еще что интересно, когда хоть и господствовала уже государственная собственность на средства производства, но она не была единственной, были и другие формы собственности. и в этих условиях был создан план, и этот план замечательно выполнен. Утверждает о том, что за 4 года 5-летний план выполнили, ну, по ряду параметров выполнили, перевыполнили, даже за 4 года, раньше, чем за 4 года, по ряду параметров не было такого большого успеха, но темпы роста достигали и 10-ти, 20-ти, 30-ти, и 100-ти, по тракторам вообще-то во много раз возросло производство сельскохозяйственной техники. Второй план, это уже был план, когда у нас уже завершалось строительство социализма, второй 5-летний план, а третий план это уже в условиях социализма, и по сути у финансового капитала Соединенных Штатов и вообще финансового капитала мирового, мировых центров капиталистических не оставалось ничего другого, кроме как навязать войну Советскому Союзу, втянуть войну, напасть, и уже известно, давно известно, вот что интересно, та пропаганда, которая сейчас идет по телевидению, вот удивительно те, кто помнит совет, пропаганду, по поводу империализма, такие совпадения замечательные, оказывается, Гитлера поддерживали уже корпорации Соединенных Штатов и Франции, и Великобритании, они его толкали на восток против Советского Союза, а вот в 90-е годах что-то не очень было слышно. Ну, хорошо, вообще, в принципе, там, заметно, что там, где пытаются и где удается воспользоваться опытом Советского Союза, там Россию ждет успех, и не просто ждет, а уже достигается успех, в том числе и в первую очередь в планировании. В Китайской Народной Республике сейчас есть планы, успешно их реализуют, конечно, есть особенности, учитывая, что Китайская Народная Республика находится в переходном к социализму периоде, к социализму как в первой фазе коммунизма, коммунизм в первой фазе. Конечно же, планы имеются в Корейской Народодемократической Республике, в Вьетнаме, в Лаосе, на Кубе, то есть там, где социализм, либо переходный период к социализму, там обязательно есть планы. Но и капиталисты не очень в этом отстают. Любая монополия, да любое, даже среднее предприятие имеет планы развития. А если есть собственная срединая государственная собственность в России, то, естественно, должен быть план развития этой собственности, план развития производства, основанного на этой собственности. То есть необходимо подчеркнуть, что планирование в условиях социализма само собой, в условиях перехода к социализму само собой, но и в условиях государства монополистического капитализма планирование это просто необходимость и если эту необходимость всячески тормозить ее внедрение препятствий то это и что иное как вредительство по отношению к стране у нас если посмотреть цифры развития даже вот этот кривой показатель вала у нас с 2008 года практически не идет увеличение производства то есть увеличилась на несколько процентов упал он увеличилась упала и вот так находят разные объективные обстоятельства сейчас хвастаются тем что грех высказался ой как вот экономика выдержала всего лишь там на сколько-то там на два процента на 1-2 процента упала после начала специальной военной операции но на самом деле потенциал развития вот эта пружина сжатой экономики россии настолько серьезно что при правильном подходе при планировании при том что созданы будет создана и выполняться программа общественного развития страны 10 процентов год это минимум на который можно рассчитывать 10 а то и 20 процентов год советский союз развивался и на такими темпами до 22 процентов год до военный период а после военный период какие огромные темпы восстановления за пять лет восстановили экономику самую разрушенную в мире экономику в результате войны то есть на самом деле потенциал огромнейший у нас все есть единственное что сдерживает и серьезность и будет сдерживать это конечно недостаточность трудовых ресурсов и вот здесь в плане необходимо предусмотреть ключевое значение развитие трудовых ресурсов кстати тут неожиданно порадовал министр просвещения российской федерации он сказал что будет восстановлена в российской школе трудовое воспитание при этом да при этом другим заявлением он скажем так огорчил потому что сказал что теперь учителя предметники а в пятых в средние и и в пятых девятых классах будут готовиться не в институтных университетах а в колледжах то есть у нас теперь будут учителя физики математики биологии не имеющие высшего образования это представляется так что шаг вперед два шага назад совершенно верно доливать и такой я думаю что это эксперимент он признание не очень я не думаю что очень как-то на это поведутся и кому предстоит учиться очень хотелось бы этого потому что сами понимаете что даже ну как а как учить русскому языку литературе человека да если ты не имеешь высшего образования то есть это в принципе невозможно это же не начальная школа неправильно да это неправильно в среднепрофессиональное обучение сейчас обучают учителей начальных классов да вот это это есть да а ну и воспитатель детских садов а то что то что потом человек вообще трудно себе представить человек действительно не закончил высшее образование даже определенные еще необходимое развитие личности не только обучить самому предмету но это необходимо развить личность учителя потому что это серьезнейший самый важный воспитательный процесс который идет в школе даже в вузах не столь важно обучение в вузах обучение в школе значительно важнее чем обучение в вузе то есть как правильно сказали что побеждала советский союз победил благодаря учителю потому что были подготовлены это трудились те кто воевали получали среднее высшее образование очень хорошего качества да поэтому образование в школе это чрезвычайно важно если допускать человека который проучился после 11 класса два года то извини это да предлагаю вернуться к вопросу о том чем же принципиально важно введение планирования для трудящихся начаться того что советский союз занимался планированием не просто так для там создания какого-то мощного государства а прежде всего для выполнения программы партии в которой было сказано что цель развития это достижение полного благосостояния и свободного развития всех членов общества в общем-то и цель развития да и экономика в общем-то под эту задачу подстраивалась соответственно планирование оно позволяло повышать уровень жизни и каждый советский гражданин понимал что планирование это залог это основа развития и общества и государства и его лично если мы вспомним советские фильмы то там практически в каждом фильме упоминается план вот я недавно обратил на это внимание я какой фильм не посмотрю они все время о плане говорят даже если это какая-то там мелодрама или детектив так или иначе план это это была основа жизни как бы основа развития и граждан а чем сейчас для наших для нас для трудовых коллективов важно вот это вот движение снизу для для того чтобы все таки планирование появилось во первых необходимо понимать что план плану рознь просто план ради плана это не о чем даже может нанести вред ведь у нас в стране приватизация проводилась по плану они же нагло использовали планомерность которая была заложена в нашей стране для того чтобы разрушать то есть план по разрушению тоже план необходим план созидания и в этом плане созидания должна быть решена та задача которая является самой важной для страны и что хотят сделать враги враги хотят уничтожить уже не первый раз уничтожить нашу страну вначале ссср сейчас часть территории ссср большую часть территории ссср занимает россия россия является не просто правоприемником а официально продолжателем ссср и вообще удивляюсь что этот эта идея этот постулат что он мало используется у нас пропаганде на самом деле если россия российская федерация является продолжателем ссср то она имеет определенные права я не говорю сейчас от территория просто определенные права по отношению к тем странам которые вышли из ссср и находится на территории ссср тоже на ту же украину то есть если россия продолжатель то без россии нельзя решать международные какие-то вопросы по украине по казахстану по молдавии по прибалтике прибалтийским республикам за кавказе и так далее так вот какая самая серьезная задача она одновременно должна решать решить те ограничения которые есть у экономики нашей страны это прелесть ограничения на трудовые ресурсы сейчас куда радио не включишь требуется 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 ну прям как в советском союзе баннеры огромные у нас в городе баннеры огромные что приходите к нам на птицекомбинат у нас замечательная работа приходите к нам на на предприятия по производству радиатора на металлургический комбинат приходите приходить зарплата хорошие соц пакет и так далее так вот самая главная задача которая должна быть решена эта задача значительного роста населения нашей страны она решается тем что увеличивается продолжительность жизни и должна увеличиваться и что интересно мы с вами недавно обсуждали определенные меры которые правительство план который правительство назвали планом по крайней мере и там эти задачи обозначены рост народов населения это самое важное у нас всего лишь около 150 миллионов человек а такую огромную территорию на которой может спокойно жить вот миллионов человек следовательно главная задача которая должна решать государство задача по росту населения нашей страны а в том же тех же мерах которые предусмотрены сейчас правительством только где-то двадцать восьмому году какое-то увеличение или двадцать девятом на 80 тысяч человек а так планируют планируется минус 400 тысяч минус 300 тысяч конечно возмутительно это то есть если население нашей страны не будет расти то при даже при любых успехах в экономике или на фронте у нашей страны перспективы не очень хорошие мягко говоря то есть если не решать эту задачу россию можно будет разрушить даже без всяких вот этих военных действий что нужно предпринять для того чтобы рост недостаточно тех мер которые сейчас предпринять недостаточно так называем материнского капитала которые никаким капиталом естественно не является это является пособие необходимо а предоставить семьям которые намерены им трех и более детей жилье бесплатно государстве же или построить соответственно также построить ипотечные различные программы в которых каждое рождение каждого ребенка уменьшает тело долга то есть родили третьего все полностью списали долг по ипотеке но чтобы плавно переходили семьи от одного до трех детей и только это жилье соответственно ну и конечно содействие в детских садах это делается во многих регионах неплохо делается в школах тоже делается но медленнее многие школы еще работают две смены даже больше поэтому необходимо жилье и жилье особенно в тех регионах и особенно наблюдается активный демографический процесс это дальний восток это вообще восток страны понятно что эти программы не нужно предпринимать в москве в санкт-петербурге и в городах миллионник ни в коем случае программы по предоставлению жилья необходимо в сельской местности за государственный счет жилье с возможностью потом кто захочет может приватизировать наверное не знаю как дальше это не столь важно важно чтобы были условия для того чтобы семья нормально могла жить с тремя и более детьми то есть дом в сельской местности на четыре-пять комнат квартира на четыре и более комнат для тех кто имеет трех и более детей а при переходе к этому трем детям ну соответственно в родили одного то есть тело долгая по ипотеке например 25 процентов уменьшили родили 2 например еще на 25 то есть сумме на 50 но это разные схемы возможно тут было бы желание правительства и руководство политическая воля вот только таким образом тот план который принят он очень слаб не план даже а вот наметки я бы сказал второе это увеличение продолжительности жизни развития медицины улучшение условий труда на производстве уменьшен был травматизм и принципе инвалидизация процессе производства меньше травматизма быту на автомобильных дорогах то есть это то что необходимо сделать чтобы увеличивать подложительность жизни ну и конечно разумная миграция прежде всего русскоязычного населения прямо скажу пусть там обвиняют чем угодно что он не знаю чему можно в этом случае но многие страны предпринимают такие меры чтобы те кто владеет языком те кто воспитан в культуре этой страны чтобы они могли спокойно приехать страну жить стране условия в нашей стране замечательные нет лучших условий сейчас в мире ни у кого в россии самое лучшее для жизни страна да не самая богатая страна мне сам богатое население в стране большая часть но условия по водным ресурсам у энергетическим ресурсом по земельным ресурсам по лесным ресурсам просто лучше нет не случайно вот эти вот приезжает сюда и вернее всяких представителей посылают выкупают что-то здесь деньги молотят и вывозят за рубеж иностранцы эксплуатируем нашу страну потому что условия замечательные в нашей стране даже в таких странах как канада это не такие сейчас используют потому что там развитие вот этих социальных процессов негативных связанных с ненормальностью в трансгендер и прочее прочие вот это глупости и вредности которые развиваются в этих странах там тоже нормальные люди нормальным людям все тяжелее 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 там жить нормально воспитывать детей потому что детей пытаются просто отобрать и воспитать в духе вот этих всяких там извращенцев то есть россия сейчас самая замечательная страна для хорошей правильной миграции то есть нужно чтобы мигрировали нашу страну прежде всего русскоязычные ну и те кто готовы воспринять русскую культуру и жить в дружной семье народов россии то есть не только русские русской но соответственно и башкиры и удмурты и представители других народностей те кто живет за рубежом что приезжали к нам и предоставляли гражданство предоставляли возможности работы возможности работы в сельском хозяйстве и промышленности это та задача та основная задача по росту народа населения если у нас не будет роста народа населения угроза с каждым с каждым годом будет возрастать угроза разрушение нашей страны вот это недопонимание вот это время понимание постепенно приходит мы видим даже такие программные документы формируются которых указано что это нужно делать но как она делается это сопротивление этих негодяев либералов из пятой колонии они наверняка там везде пишут нет возможностей нет финансов еще что-то там же отправляют на соответствующий отзыв на экспертизу министерства финансов к слову скажу что я отправил письма о необходимости целевого используем амортизационных отчислений на порядка семи триллионов рублей то позволило бы на три-четыре процента увеличить рост нашей экономики каждый год отправил в правительство отправил пенсиенту отправил лично белоусов причем правительство президент отправил в электронном виде а белоусову первым заместителем представителя правительства российской федерации отправил на бумажном носителе и что вы думаете ни одного ответа уже прошло больше месяца у меня на моей странице вконтакте это письмо опубликованное просмотре на обычное письмо в смысле довольно скучный текст казалось бы там на две странички по необходимости того что целевого использования амортизационных средств тоже должно войти в план просмотре на 4 тысячи сто раз на моей страничке где у меня там не так много посетителей там порядка 200 подписантов то есть просмотре 4 тысячи то есть многие осознают необходимость многие поддерживают правительство отмолчалось я просил еще товарищей кто прочитает написать также править что интересно написали некоторые товарищи отозвались на мою просьбу один из них не написал что ему ответили в отличие от меня ему ответить ответ до чего глупый лапидарный кстати отправили министерство финансов не имеет отношения к амортизационным исчезом по большому счету это министерство экономического развития нужно или переименовать министерство экономического развития уже пора чтобы не обзывалось развитие либо пора чтобы она занималась развития на канале ответ такой в принципе а нет законов таких чтобы обеспечить целевое использование амортизационных средств так я не писал про законы я писал что нужно изменить законы нужно изменить нормативные акты чтобы 7 триллионов рублей в год не утекали за рубеж превращаясь в доллары евро юани и так далее а работали на экономику нашей страны академик глазик сказал что 240 миллиардов долларов за двадцать второй год утекло за рубеж ужас просто ужас из них больше половины это амортизационные средства но остальная часть это прибыль та которая присвоенная и выкачана из нашей страны что должно обсуждаться на экономических форумах а не вот эта болтовня вокруг приватизации кстати выступили те кто руководит страной вообще за национализацию есть те кто выступает за национализацию вверхах то есть тоже там идет серьезнейшая серьезнейшая борьба какие методы нужны для того чтобы тот план заплатить ну прежде гостерabi заказ государства заказ и у этого инструмент используются надо расширять его использование я не представляю себя студари государство заказ обороны предприятий но не распространили государстве заказ на те предприятия которые являются поставщиками обороны тупий я не представляю как они там выкручу Необходимо же распространить дальше, и соответственно на тех, кто металл производит, а не вывозят им только лишь, и на тех, кто производит необходимое для оборонных предприятий, и оборонные предприятия же имеют тысячи и тысячи поставщиков, вот это уже непосредственно будет внедрение, планирование, расширение планирования в несколько раз. То есть вот идет все равно, постепенно вот этот процесс усиления планомерности идет. Но что интересно, парадоксально идет во многом стихийно. То есть усиление планомерности идет через такие стихийные рефлекторные реакции правительства. Но я уверен, что ситуация в этом смысле улучшается, и здесь задача рабочих коллективов, чтобы требовать себе соответствующую заработную плату на уровне стоимости рабочих, требовать улучшения условий труда, требовать сокращения рабочего дня. Казалось бы, отчего это такая ситуация в стране, а тут требовать такие вот серьезные цели, достижения таких серьезных целей и задач. Чем выше заработная плата у рабочих, тем больше она соответствует стоимости рабочих сил, тем лучше будут внедряться новые средства производства, более производительные. Чем меньше будет рабочий день у рабочего, тем лучше будут внедряться более производительные средства производства. Чем больше требования по условиям труда, тем более совершенные средства производства будут внедряться. То есть на самом деле то, что соответствует интересам рабочего класса, рабочих коллективов, то соответствует коренным интересам развития страны. И рабочим необходимо на этом настаивать через, соответственно, коллективные договоры, которые должны быть поддержаны, укреплены угрозой забастовки и, соответственно, либо самими забастовками, которые по закону предусмотрены в Российской Федерации, не нарушая законы, естественно. Это коренные интересы рабочих. Кроме того, чем активнее рабочие будут отстаивать свои интересы, тем в большей степени наша страна будет эффективно развиваться. Я уже обосновывал только что. Но и буржуазия в большей степени будет вынуждена работать на развитие российских производительных сил. И, прежде всего, основной производительной силой, главной производительной силой является рабочий класс. Я бы обратил внимание на то, что даже забастовка – это, конечно, такой достаточно эффективный, наиболее эффективный способ достижения интересов рабочего класса. Но ситуация в стране такова, особенно в том числе с трудовыми ресурсами, что часто бывает достаточно просто поставить определенную задачу перед руководством предприятия. Если мы посмотрим на то, что произошло недавно на Ульяновском автозаводе, где достаточно так, даже пускай не организованно, рефлекторно, рабочие написали некое письмо руководству, выступили, что нам денег не хватает. То есть это не было даже движение в рамках профсоюза, это было просто резкое эмоциональное действие трудового коллектива. И им подняли зарплату. Я знаю опыт такой, что представители трудовых коллективов могут, например, массово начать размещать свои резюме на HeadHunter. Это дойдет до руководства, руководство начинает им резко поднимать зарплату процентов на 30. То есть даже такие методы, они дают результат. А что говорить, если это начнется действие в рамках профсоюза, через коллективные договора, там ведь можно будет зарплату действительно поднимать не на 30%, а гораздо больше. Потому что в структуре затрат любого предприятия, заработная плата, ну крупного предприятия, понятно, заработная плата, фонд заработной платы не является какой-то там огромной статьей. Он всегда значительно уступает прибыли, которые получают предприятия. И перспективы роста до 250 тысяч рублей в месяц заработной платы на семью из пяти человек, это вполне реальные перспективы для нашей страны. Конечно, не для мелкого бизнеса, не для каких-то там небольших организаций, а для крупных предприятий это вполне по силам взять эту планку. Я бы еще сейчас добавил, то что подобные действия, необходимость повышения заработной платы поддержана на высоком уровне. Президент, кстати, заявил о том, что надо поднимать зарплаты. Что он прямо об этом скажет, что необходим рост зарплат. Но мы как понимаем, это пока декларация, пока она не поддержана действиями тех же трудовых коллективов. Никакой капиталист никогда не скажет, ну президент сказал, ну я пойду подниму всем зарплату. Конечно же, это просто... Необходимость увеличения денежного содержания реального... Да, я еще объясню, что опять же он это сказал не потому, что он там заботится сильно о народе, а дело в том, что я думаю, есть понимание уже у руководства страны, что экспортно ориентированная экономика России заканчивается. Что в любом случае ситуация на внешних рынках, она будет ухудшаться. И так как необходимо переориентироваться все равно на внутренний рынок, нужно внутреннее потребление. А если народ у нас крайне беден, что он будет покупать? А если же начинается рост зарплат, то появляется внутренний рынок и рост внутреннего потребления. Таким образом, действительно, можно запустить развитие экономики России не с учетом внешних рынков, продажи нефти, газа, зерна. А здесь, и причем в начале 90-х эта ситуация обсуждалась, что давайте запустим внутреннее потребление. Нет, принято решение развиваться в направлении внешних рынков. Вы заметили, что Путин сказал о том, что мы переходим к экономике предложения. Да. То есть от экономики спроса к экономике предложения. Ну, это плюс, конечно. Тоже это в тех же, как они говорят, парадигмах макроэкономики вот этой всякой. На самом деле надо переходить к плановой экономике и к созданию и реализации единой программы развития страны. Ущественной программы развития страны, долгосрочной. Но уже это лучше. Вот эти моменты, которые появляются, они свидетельствуют о том, что есть развитие позитивных тенденций. Но эта позитивная тенденция не будет эффективно развиваться до тех пор, пока значительная часть трудовых организаций не организуется, не начнет бороться за свои интересы. А если начнут бороться за свои интересы, они тем самым будут бороться за интересы всей страны и не дадут разрушить страну. Я уверен, что нашу страну не разрушат. Я уверен, что позитивные тенденции в нашей стране будут побеждать. Тем более сейчас тоже еще одна тенденция. Стали очень много говорить и писать о том, что вот в Китае правильно руководят экономикой. В чем это вот не просто там ученые в этом пишут, а прямо такие государственные мужи. И вот чуть ли не надо брать пример уже, вернее, надо брать пример с того, как руководят экономикой в Китае. Вообще удивительно, конечно, Китай 30 лет развивается с темпами роста 10 и более процентов, только в последнее время там где-то 5 процентов из-за приходящих обстоятельств и так далее. А тут проснулись и говорят, вот надо брать пример с Китая. Пример, но при своих условиях, не просто пример брать, а создавать свою эффективную систему управления, она без планирования невозможна. Сейчас надо увеличить производство военной техники, боеприпасов, снаряжения. Уже увеличили, но еще надо увеличить во много раз. Потому что предстоит, тоже об этом сказано, длительный процесс борьбы с украинским фашизмом, точнее говоря, с фашизмом, который насажден в Украине, финансовый капитал Соединенных Штатов Америки, с фашизмом Соединенных Штатов во внешней политике. На Украине это самое большое проявление фашизма, который после Вьетнама, то, что сейчас на Украине, еще во Вьетнаме не сами воевали, здесь они нашли тех, кто за них воюют и умирают десятками тысяч за интересы финансового капитала Соединенных Штатов Америки, которые на этом уже сделали свои триллионы долларов за счет эксплуатации, за счет того, что ресурсы стали вытягивать уже из Европы, западной и центральной Европы, да и со всего мира. То есть необходимо бороться с рабочим за свои интересы. И эта борьба приведет к тому, что будет укрепление нашей страны. Мы неоднократно говорили о том, что рабочий класс спасет Россию. Он уже спасает Россию, говорили в будущем времени спасет, уже сейчас спасают, потому что большая часть войн это рабочие, демобилизованные, большинство рабочих. То есть нашу страну уже с оружием в руках отстаивают рабочий класс. Это рабочий класс. Потом вернется на производство, и он, я уверен, те, кто пройдут фронт, они будут требовательны капиталистам. У них не будет никакого страха перед капиталистами, лишнего пиетета по отношению к этим буржуям. И они свое слово скажут в борьбе за интересы рабочего класса, в профсоюзной борьбе, в борьбе за увеличение заработной платы до стоимости рабочих сил, за улучшение условий труда, за уменьшение рабочего дня до шести часов. Эти товарищи обязательно свое слово скажут. Я бы добавил, что трудящимся необходимо четко понимать, что любое производство, на котором они работают, оно не является только частным каким-то предприятием. Это в любом случае общественное производство. Любое предприятие, оно включено в общественное производство. И движение за улучшение собственного положения и за достижение своих интересов, это и движение в целом для всего общества. Правильное и очень важное. А то, что делается со стороны правящего класса, это делается им только по необходимости, что в каких-то других экономических условиях этого бы не делалось. И откровенно говорят о том, что мы хотели вместе с Западом жить, внедриться в Запад, интегрироваться в Запад от Лиссабона до Владивостока. Это еще Горбачев начал, но потом продолжали эту песенку. А вот нас вот как-то так нехорошо с нами поступили, нас обманули один раз, второй раз, третий раз. Там можно составлять уже, по-моему, энциклопедию обманов. И все никак. Все хотели вот этот аммиакопровод опустить на АДС, под АДС, чтобы опять тот, кто отсиживается где-то там за рубежом, получил еще свои миллиарды долларов. Я уж не знаю, каким образом. Но взяли, взорвали. Не наше, естественно, этот аммиакопровод. Вопрос решен. То есть вот эта попытка постоянно вот что-то вот так где-то там договориться, что все равно вот эта пятая колонна, которая сидит у нас в стране, и пока ее не выкорчают, очень тяжело будет в стране развиваться. Будет развиваться страна. Но очень тяжело, тяжелее будет с этой пятой колонной, с этими либералами, с этой капардорской буржуазией. И по мере того, как будет обостряться отношение к финансовым либералам, естественно, эти вынуждены будут уступать своей позиции. Так вот, ничего, Западом никаких договоренностей уже с финансовым капиталом Соединенных Штатов быть не может. До тех пор, пока не будет победы. Победы не будет до тех пор, пока экономика нашей страны не усилится до такой степени, что сможет полностью обеспечивать нужды страны и нужды фронта. Да, конечно. И в этом случае планирование, да, это не просто там наше самое благопожелание, а это насущная необходимость для настоящего и будущего страны. Необходимость, то есть без этого не обойтись. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Да, да, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!